Приветствую вас! И начать мне бы хотелось с того, что вы не задали вопроса нам. То есть вы описали проблему, а вы сказали, что вот так и так, как мой мужчина, значит, никогда не говорив мне, что он меня любит, все время заменял это другими словами, и, собственно, вам это было неприятно, вам это было непонятно, да, почему мужчина вот так вот вам говорит. И вчера вы стали говорить на эту тему, значит, и он сказал, что любил только один раз в жизни, свою бывшую, с которой он давно расстался, лет через назад, и больше никого полюбить не сможет. Вы знаете, можно много говорить о том, что вам любовь необязательна, и что слова это всего лишь слова. Можно даже сказать о том, что вы зависимый человек от любви, и вам тут уже это сказали. Я, в принципе, видел этот ответ. Вы знаете, дело на самом, вот на самом таком открытом месте решается. Вы считаете для себя, что мужчина определяется чем? Словами, поступками, эмоциями. Вы для себя какие отношения видите? Вы для себя какие видите направления в вашей, во взаимодействии с мужчиной? Вы для себя что считаете приемлемым? Вы как позиционируете своего мужчину? И самое главное, самое главное, какой идеал отношений для вас? И как вы относитесь к своему мужчине? Интересно, что вы сами не сказали, что его любите. То есть, вы говорите, что он вам слово «люблю» не говорил, а вы его, собственно, и что? Вы его любите? Понимаете, многое зависит от отношений, от того, как вы к нему относитесь. Вот, если вы своего мужчину любите все-таки, то вам, вообще говоря, все равно. Любит он вас или нет? Главное, что он с вами. Главное, что вы можете делать его счастливым, Главное, что вы можете видеть его улыбку, и главное, что он рядом с вами действительно счастлив. И в этом случае не так-то и важно на самом деле, любит ли он вас. И может быть, даже осознает ли, что любит. Понимаете, дело в том, что иногда человек может не осознавать того, что он любит до тех пор, пока не потеряет того, кого любит. Иными словами, ориентироваться мужчина слова мужчины о отношении к вам, об отношении к вам лучше все-таки не стоит. В этом нет ничего короче, в этом нет никакого смысла. нет смысла ориентироваться на слова человека относительно любви, потому что он может не до конца осознавать, как он к вам относится. Но вот если вы его не любите, или если вы хотите, чтобы он обязательно был с вами, чтобы он обязательно был ваш, если вы хотите от него чего-то для себя, то вот тогда, конечно, вам действительно очень трудно будет. Потому что вы хотите от него что-то для себя получить, а он вам, конечно же, дать этого не может. И отсюда вытекает достаточно очевидная мысль, что если вы хотите чего-то для себя от мужчины, то тогда логично будет предположить, совершенно логично будет предположить, что вам стрела это нужно получить самостоятельно. И если вы будете в принципе, ну вот, если вы будете вести себя в соответствии за своими желаниями, если вы будете самостоятельно удовлетворять свои потребности, свои желания и так далее, то вам будет посвятиться делать все равно, любить вас мужчина или нет. То здесь очень важно понять на самом деле, здесь очень важно определить, в каком контексте вы воспринимаете своего мужчину и как вы к нему относитесь. И именно из этого из этого и нужно исходить. Это будет самым правильным решением для вас. Если еще вы, если ну, если вот так допустим, если вот так получилось, да, что вы полностью удовлетворенны, если так получилось, что у вас есть все, что нужно, да, если так получилось, что вы просто считаете, что жить с мужчиной, который вас не любит, неправильно, и если вы считаете, что ну, вот допустим, что это ниже вашего автоинства, скажем так, или если вы считаете, например, что это вас оскорбляет, или если вы считаете, что там, например, это противоречен вашим каким-то идеалам, целям и стремлению, что в таком случае вам, конечно же, нужно от мужчины уходить, потому что вы будете ломать себя. То есть очень важно разобраться в том, как вы относитесь к нему, как вы позиционируете себя, очень важно вот это вот все оценить правильно. И тогда, как раз, я думаю, у вас появится понимание того, что нужно делать, как нужно делать и так далее. То есть я думаю, что важно двигаться именно в этом направлении. вам нужно действовать именно в этом контексте, в этом аспекте. Я думаю, что по-другому просто не получится вам разрешить свою проблему, вам по-другому не получится никак ее понять. Все упирается в то, чего вы сами для себя хотите. Все упирается в то, как вы позиционируете себя в отношениях. Все упирается в том, с каким духовным, с каким эмоциональным состоянием вы подошли к этим отношениям. Если вот эти моменты определить, то в принципе я думаю, можно будет более четко сказать, что вам делать и так далее. Мне кажется, что мужчина переживает травму, которая, ну как переживает, переживает это, наверное, не совсем правильное формулировка, я бы сказал, что так сказать, находится мужчина ваш в последствиях от этой травмы и боится признаваться вам в любви, потому что это будет означать для него декларацию своей зависимости от вас по мнению мужчины. Вот вы не указали, например, сколько времени вы вместе, ну, не написали, сколько времени вы с мужчиной находите, да, это тоже очень важный момент. Ну и если это так, то здесь нужно не про любовь разговаривать на самом деле, что является довольно такой провоцирующей и достаточно тонкой и животрепещущей темой. А тут нужно разговаривать о том, вот, что с мужчиной произошло, когда он расставался с своей бывшей. И разговаривать о том, какие выводы он из этого сделал. какой опыт извлек. Потому что что-то мне подсказывает, что дело здесь все именно в этом. Ну и наконец последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что мужчина существо действий, а не слов. и если по поведению вам нравится, как он себя ведет, если по поведению вы не можете ни к чему, например, придраться, если по поведению он дает вам понять, что вы единственные в его жизни, значит, он вас любит. Просто не останавливает. Каждый человек любит по-своему, это не обязательные слова. Но я бы рекомендовал вам подумать, для чего вам они... Я не говорю, что они не нужны. И не говорю, что вы требуете чего-то такого, чего не должны требовать. Нет, это все безусловно нужно и полезно для вас. Но вопрос в том для чего, что это значит для вас. Вот на эту тему и нужно вам будет поразмышлять. И так ли важны слова, если есть понимание, если есть взаимное желание делать друг друга счастливыми и так далее? Так ли важны слова? А если важны, то почему? В конце концов, если вы считаете, что мужчина должен говорить, что он вас любит, а ваш мужчина вам этого не говорит, при прочих равных ускориях, если у вас такая установка и идет довольно сильная защитная реакция на то, чтобы на то, когда вас пытаются переубедить в обратном, то ну концы концов нужно, чтобы эта установка сохранилась, если это вам важно, но необходимо понимать важность этого, необходимо понимать, что тогда нужно искать такого мужчину, который бы вам говорил, вот только слова, к сожалению, не всегда соотносятся с делом, об этом я тоже вас прошу не забываю. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!